Добрый день, уважаемые коллеги! Как врач-косметолог, я бы хотела в своем докладе осветить именно эстетические аспекты в криохирургической практике. В 1997 году группа известных московских ученых открыли явление феномен органотипической регенерации тканей после криогенного воздействия. Этот феномен очень тесно именно связан с тем фактом, что кератиноциты, находящиеся на разных стадиях дифференцировки, что кератиноциты, находящиеся на разных стадиях дифференцировки, обладают разной криорезистентностью. При охлаждении кожи до уровня от минус 10 до минус 50 градусов стволовые клетки кожи и транзиторные кератиноциты сохраняют свою жизнеспособность, а дифференцированные кератиноциты погибают. При отогревании стволовые клетки кожи за счет своей криорезистентности проявляют высокую пролиферативную активность и происходит замещение молодыми базальными формами кератиноцитов. Если рассматривать состояние популяции культивированных кератиноцитов, то здесь видна прямая корреляционная связь с изменением температуры. По мере снижения температуры снижается число живых клеток, вот как представлено на рисунке В и С. А на восьмые сутки начинается формирование монослоя за счет стволовых кератиноцитов. Был проведен иммунофлюоросцентный анализ гетерогенной популяции кератиноцитов в культуре через 3 часа после воздействия холода, а также через 24 часа после воздействия холода. Так как в 2006 году с Пичкиной и соавторами было открыто явление, что кератиноциты различной степени дифференцировки имеют различную адгезию к субстрату. При проведении иммунофлюоросцентного анализа клетки метили антителами кератину-19. Цитоскелет окрашивали родомин фалоидином для визуализации всех клеток. На первом рисунке А здесь представлены наряду с ярко окрашенными стволовыми клетками присутствует значительное количество дифференцированных кератиноцитов. Через 3 часа после воздействия холода при минус 20 градусов общее число клеток снижалось, при этом относительное количество стволовых клеток кожи возрастало. При дальнейшем снижении температуры до минус 40 градусов происходило увеличение преобладания стволовых клеток кожи. Через 24 часа после охлаждения отмечается увеличение, как вы видите, общего числа кератиноцитов. Кератиноцитов, при том количество стволовых клеток кожи преобладает над количеством дифференцированных кератиноцитов. В структуре тканей вокруг крионекроза сохраняются стволовые клетки кожи и базальные формы кератиноцитов за счет того, что они обладают высокой криорезистентностью. Их прогрессирующая дифференцировка обеспечивает заполнение тканевого дефекта гистотипическим слоем новых кератиноцитов. И сопоставление вышеприведенных экспериментальных материалов с клиническими наблюдениями, представленными, например, на фотографиях, это все объясняет механизмы гистотипического восстановления кератиноцитов и формирования хороших косметических рубцов после криолечения новообразований кожи. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Анатольевна, за интересное представление. Теперь мы знаем, почему после замораживания рубцы мягкие, эластичные, почему хорошие косметические результаты. Все дело в высокой криорезистентности стволовых клеток. И чем больше зелененького на этих снимках, тем лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...